История комбината строительных материалов неразрывно связана с историей развития нашего города. Предприятие было запущено 40 лет назад на заре активной застройки Старого Скола. Из силикатных стеновых материалов, выпускаемых заводом, было построено немало социально важных объектов. Это в своей поздравительной речи отметил глава администрации округа Александр Внедых. Старого Скола без такого предприятия, наверное, не мог бы полноценно развиваться. Я рад еще тому, что вы находитесь на правильном пути. То предприятие, которое шагает в ногу с научно-техническим прогрессом, с передовыми технологиями, то предприятие будет развиваться. У вас получается. Сегодня комбинат действительно является одним из передовых в России предприятий по выпуску изделий из ячеистого бетона. Последние несколько лет на комбинате проведена модернизация. Приобретена и смонтирована новая немецкая линия по производству газосиликатных блоков. После выхода на проектную мощность, линия будет выпускать до 400 тысяч кубических метров в год, а общее производство вырастет до 800 тысяч. Сегодня предприятие является одним из лидеров в области производства строительных материалов, а именно газосиликатных блоков. Нашу продукцию можно встретить во всех регионах Центрального федерального округа. Наша продукция помогает многим жителям нашей прекрасной большой страны осуществить свою заветную мечту, как построить комфортабельное собственное жилье. На торжестве отметили наградами лучших сотрудников, а также ветеранов производства и тех, кто внес свой вклад в развитие комбината. В частности, Ивана Афанасьевича Гусарова, который руководил предприятием в 2000-е. Круглой дате руководство комбината инициировало выпуск книги о его истории. Автор-составитель – известный староскольский журналист Евгений Евсюков. Летописное издание богато иллюстрировано фотографиями, наполнено историческими очерками и воспоминаниями ветеранов предприятия. Книга «КСМ. Взгляд в будущее» вышла тиражом тысячи экземпляров.